Сейчас я бы хотел, знаете, такой вот базы, основы, ну, в общем-то, вы известны по интернету всему как создатель концепции вагинокапитализма. Как вы вообще к ней пришли? Мне вообще интересно, вот. Ну, я человек левых взглядов и всегда чувствовал, что в марксизме чего-то не хватает. Вот, когда я понял, что марксизм полностью игнорирует вопросы, связанные с сексом, общественные отношения по поводу секса, я понял, что именно этого и не хватает в этой теории, отсюда рассыпаются абсолютно все коммунистические, социалистические теории. Как вообще можно считать себя левым коммунистом, если частную собственность мы хотим отменить, imagine no possession, а при этом собственность женщины на собственную вагину, на основное средство производства мы не хотим отменять и, наоборот, ее подчеркиваем, усиляем. Сейчас главный лозунг западных феминисток, а они сегодня есть главные левые, это вместо марксизма и ленинизма сегодня у нас феминизм и гомосексуализм. Так у них главный лозунг «Мое тело, мое дело». Как же, где же здесь коммунизм? Ну, то есть это совершенно не соответствует коммунистической теории. И вот я начал с этой точки зрения рассматривать эту проблему. А получается, женщина, поскольку производит детей, это самый главный тип производства выходит? Дети – это побочный продукт. Дети же не являются… Ну, как бы, вот смотрите, здесь тоже дискуссионный такой вопрос. Дети, какую ценность они имеют? Если с точки зрения получения пособий на детей, вот, но здесь же это же не капитализм, это государство платит. Пособие государство может в любой момент отменить эти пособия. Вот, то есть здесь это производный такой момент, это побочный продукт. Основной капитал женщины, основной ресурс, который есть у женщины – это допуск мужчин к сексу. Это секс, это их биологический пол, это их биологические органы, которые созданы природой. И в результате лотереи, которая происходит, когда человек рождается, им бесплатно данные этой природы. И женщины могут использовать это для того, чтобы получать капитал, допуская мужчин до этих своих органов. Вот это основной ресурс женщин. Получается, вагинокапитализм – это одна из разновидностей капитализма? Или основы? Или как вообще это вот выстраивается? Вагинокапитализм – это основа, это вот как любит Марк говорить, Марк сказать, о базисе. Вот базис. Но у него базис – это производственные отношения. Какая чушь, вот больше чуши, я не знаю. Какая разница, какие там фабрики, заводы или с охой молотилкой там производят. Это все действительно меняется. А что всегда остается неизменным – это потребность мужчин в сексе. Это неизменно, это всегда было и будет существовать. Основная потребность – это основная мотивация человека. Ради этого люди живут, существуют. Кроме этого, ничего больше нет. И контролируют допуск мужчин к сексу женщины контролируют. Соответственно, все, что делают мужчины, в том числе и обычный капитализм. Стать олигархом, стать диктатором, развязать войну с соседним государством. Все это делается исключительно для того, чтобы контролировать женщин таким образом. Заработать миллионы, чтобы купить яхту и на эту яхту привезти. И там супермодели каких-нибудь, у которых можно там трахать. Вот для этого все делается. Все это вторично. Если бы женщины в один момент отменили вагинокапитализм, искали, мы все будем давать секс всем мужчинам просто так бесплатно. Наступает секс-коммунизм. То стало бы бессмысленно накапливать богатство мужчинам. Все вот олигархи, они бы раздали все имущества, все свои там небоскребы, квартиры раздали нуждающимся. Потому что смысл, зачем? Бабы и так все дают. Секс дают бесплатно. Соответственно, причина неравенства, причина любых вообще страданий на земле, это то, что бабы отказались давать секс бесплатно мужчинам. Не то, что даже бесплатно, а вообще выбирает вот этому дам, этому дам, это красиво, этот урод. Ну вот причина неравенства, причина всех страданий. Вопрос Шадавис Легор Менкин. Спасибо за донат. Вопрос гостю. Могут ли существовать аналоги вагинокапитализму в мужском сообществе? Ведь часто можно наблюдать, что в условиях отсутствия доступа к сексу наблюдается возросший интерес к гомосексуализму. Не следует ли нам просто оградиться от женщин? Вопрос вот такой вот. Вот смотрите, многие не понимают, что такое секс. И этому способствует и марксизм в том числе, и левая идеология, атеистическая идеология в целом, материалистическая идеология, я бы сказал, даже вульгарно-материалистическая, которая пропагандирует, что секс – это чисто семь извержений. Вот кончил мужчина, значит, он поимел секс. Соответственно, приравнивают секс и анонизм, секс и гомосексуализм. Ничего подобного. Нужно изучать древние источники тантрические, даосские, которые как раз посвящены сексу. Все вот эти восточные учения, они все посвящены сексу, сексуальной энергии. Они основаны на сексуальной энергии. И секс – это только два противоположных полюса. Мужчина и женщина – это плюс и минус, там и не янь. Все иное – это не секс. Соответственно, гомосексуализм – это не секс. Анонизм – это не секс. Лесбиянство – это не секс. Люди, которые сменили пол и пытаются что-то делать там – это тоже не секс. Секс – это только биологический мужчина с биологической женщиной, членом вагину. Все. Соответственно, если нам пропагандирует гомосексуализм, то цель здесь другая. Цель не в том, чтобы обеспечить мужчин якобы сексом доступным, а в том, чтобы лишить мужчин секса настоящего. И сучить мужчинам впарить этот способ замены. Да, я считаю, что гомосексуализм – это баба заменительства, это способ заменить женщину, когда женщина недоступна. Я не верю в то, что существуют гомосексуалисты. Среди людей не существует. Это отчаявшиеся люди, которые, возможно, сами не понимают, что они отчаялись. И они видят в гомосексуализме замену недоступного, ненастяжимого для них секса с женщинами. Вот, возможно, они сами не осознают то, что для них это является вот таким баба заменительством. Так как работает в данном случае подсознание, а не сознание человека. А импульсы подсознания, мотивы подсознания человека не осознаются. Нужно в данном случае провести, опять же, психоанализ, все это разложить, им показать. И они тогда осознают, что на самом деле они хотят секса с женщинами, но бабы не дают, и они решили долбиться друг с другом. Никак это не поможет мужчинам. Если мы будем становиться гомосексуалистами, мы сделаем то, что и хотят феминистки для того, чтобы уничтожить мужчин энергетически. А мужчина, как энергетическая единица, он получает энергию от женщины, от секса с женщиной. Женщина – это источник энергии, это шакти, это сила. А мужчина – это шактиман, это обладатель энергии, обладатель силы. Как не существует силы без ее обладателя, так и не существует обладателя без силы. Вот в чем здесь идилетическое единство мужчин и женщины. Если же женщины отказываются давать секс мужчинам, то как раз это и приводит к тому, что мужчины становятся слабыми, бедными, не могут ничего достигнуть. Общество подпадает под контроль диктатора. Власти – это выгодно, диктатору – это выгодно. Поэтому во всех государствах любые власти, которые стремятся к диктатуре над людьми, они будут проводить антисексуальную политику. Чтобы у людей было как можно меньше секса, именно в том понимании, о котором я говорил. То есть секс – это мужчина с женщиной. Для того, чтобы не было такого секса, они будут пропагандировать гомосексуализм, мононизм, все другие виды, там, бабозаменительство. Так как им это выгодно, это лишает мужчин силы и энергии. Так, и тут еще несколько вопросов. У нас есть современный формат брака. Какие вообще проблемы у современного формата брака? Мы, в принципе, можем вывести из того, что уже было сказано, но можно и как-то прокомментировать дополнительно. У меня тоже несколько видосов с критикой брака. Ну, современный брак, он, конечно, полностью не работоспособен. Ну, вот, и по всем параметрам, и по юридическим, то, что у мужчины отсутствуют вообще какие-либо юридические права, там, на жену, на детей. Ну, вот, брак придуман юридически, чтобы ограничить. Мужчина так и задумывалась, вот, обеспечить для женщины возможность развода. И в случае развода получение части имущества от мужа так и задумывался современный брак. Вот, соответственно, мужчине он не выгоден, а если это не выгодно, то в чем мотив вступления в брак? Ну, мотив получения секса, вот, как многие считают, гарантированно, что, опять же, никак нельзя гарантировать. Никакого права у мужчины требовать секса от жены нет. У женщины нет никакой, у жены никакой обязанности этот секс давать. И при этом она может заниматься сексом с кем угодно, направо-налево, даже беременеть, там, от любовника. И муж должен быть обязан обеспечивать этого ребенка, если он не развелся с женой, как бы. Вот, то есть, куда вот ни ткни в современный брак, везде будет какой-нибудь недостаток. Вот. Плюс, в чем еще недостаток брака? Недостаток брака – это недостаток моногамии в целом. Вот. Моногамные отношения нам это внушают, начиная с детских лет, что это единственный, возможно, единственный правильный вариант отношений. Вот моногамия на христианство в этом плане сработала очень мощно. Там, каждая тварь по паре. Но, смотрите, здесь есть плюсы и минусы. Моногамия действительно решает проблему недоступности секса, когда, во-первых, браки массовые, когда, там, скажем, 90% всех в обществе переженили, когда они с момента полового созревания, а не в 30-40 лет, то есть, когда женят в 12-15 лет, когда половое созревание происходит, и когда запрещен развод. Вот тогда моногамия более-менее работает. Причем она никак не страхует, там, от измен в рамках этого брака, все равно будут измены. Вот. Но тут хотя бы молодых людей с помощью всеобщих вот этих повальных браков с достаточно раннего возраста, чтобы они не страдали до 30 лет без секса, не занимались анонизмом до 30 лет, их всех переженили, вот они молодые, они все получают секс, разводы запрещены, и как минимум, там, лет 5, может, 8, они проживут более-менее счастливо. Вот. Потом все равно начнутся проблемы. Потому что биологические люди имеют генетическую память о секс-коммунизме, о полигамии, и мужчины, и женщины, они будут страдать от того, что их ограничили все у нас одним партнером. Они будут страдать психологически, будет исчезать сексуальное влечение друг к другу. От этого никуда не уйдешь. Это в нашей генетической памяти заложено. И вот в этом как раз проблема с моногамией. То, что у нас заложено в генетической памяти полигамия. И моногамия, да, это лучше, чем дрочить, но это хуже, чем полигамия. Вот в этом плане брак, он тоже обречен. И люди отказываются от брака, когда имеют такую возможность. Где-нибудь в Афганистане, конечно, там всех переженили, развод запретили. Вот, а в странах, где права человека и цивилизации, все больше людей отказываются от брака, потому что понимают, что моногамный брак неестественен для человека. Вот, как бы нас ни убеждали в этом с помощью пропаганды, но генетическую память не обмануть. А как нам сейчас в нашей современности быть, когда у нас, собственно, брак, собственно, он либо чудовище, но и у него есть много всяких подковерных таких странных опасных игр, с одной стороны. А с другой стороны, коллективный формат брака у нас пока, ну, реализован только, наверное, может, единицами, да и то вряд ли, может быть, даже в таком смысле. Что нам, обычным людям, делать? Да, вот у нас есть решение, например, от Володи Батхёртова, как вот расширенный оргазм, вот это вот все. Но вот, как вот вы уже говорите, мастурбация, отстой, да? Что нам делать? У нас все варианты, как бы, такие себе. Какой выбирать? Что делать? У нас сейчас нет вариантов. Вариантов нет. То есть мы вот в этом поколении такого пролета, вот, где или мы соглашаемся на те варианты, которые вот сейчас предлагаются, на тот же моногамный брак, вот, либо мы соглашаемся вот на эти варианты, либо какие-то ищем обходные пути, которые всяко не будут в полной мере агинкоммунистическими, они все равно будут какими-то индивидуалистическими. Если кто-то вот кому-то повезет, создаст какую-нибудь секту там где-нибудь на тропическом острове и будет жить там гаремом, это, конечно, будет индивидуалистический вариант. Это, опять же, нужные ресурсы, определенное везение, определенные, как бы, другие факторы. Вот. А в целом решить эту ситуацию сейчас мы не можем. Что сейчас можно делать? Это вот то, что вот я делаю. Я занимаюсь, по сути дела, пропагандой. Вот. То есть я готовлю будущие поколения к переходу, к вот этому коллективному браку, к полигамии, к секс-коммунизму. Вот. Кто-то подхватит мое знамя, может быть, там будет это более глубоко исследовать. Вот этим занимаются сейчас на Западе палеоантропологи, вот типа Кристофера Райана. Можете почитать, у него книжка «Секс на заре» называется. На русский язык переведена. Вот такие пионеры этого гендерного фронта, сексуального фронта, которые готовят будущие поколения для счастливой жизни. А мы уже не поживем этой счастливой жизнью. Все потерянное поколение. Ну, то есть, либо, ну, короче, страдать получается всем. Ну, а может, то что делать? А по-любому придется страдать. Даже вот если вы женитесь, и у вас вроде бы будет к сексу доступ, все равно будете страдать. Потому что вы поймете через, если не сразу, то через несколько лет, через три, через шесть лет, вы поймете, что моногамная модель, она не приносит счастья, что вам нужна полигамная модель. А жена, например, к этому будет не готова. Она будет говорить, что если вот я узнаю, то разбуд. Ну вот. А если вы решите рискнуть, сказать, да лучше уж разведусь, вы столкнетесь с вагин-капитализмом, вы столкнетесь с недоступностью секса. И вместо ожидаемого, так сказать, счастья от новых встреч там с девушками, женщинами, останетесь вообще один. Вот. То есть я вам примерно сейчас описал то, что вот я прошел на у меня, когда был первый брак, и многие через это проходят. То есть да, по-любому страдать, даже если женщине больше в браке жить. Как оно будет выглядеть. Так, у нас зрители пока что вопросов задают мало по этой теме. Можем, в принципе, приходить на статью с математикой, но статья не статья, это как бы петиция, да, петиция. Ну что? Ну что, со статьей я, по большей части, в принципе, согласен. Если, конечно, ну вот, немножко бы переформулировать некоторые штуки, потому что там реально там провокационные многие вещи, прям вот, прям вот, прям вот в лоб, чтобы, я не знаю, вот врезалось. А вот с основными тезисами более-менее согласен, что обязательно в порядке математики преподается в школе до пятого класса. Но мы со зрителями заранее это обсудили, и мы бы, наверное, сказали до седьмого, потому что там всякие проценты, там вот это вот все, оно, наверное, пригодится, чтобы там всякую экономику на данный момент считать. Ну что бы там с кредитами тоже не зависало, ну до седьмого, допустим. Тригонометры, например, там вот эти вот всякие интегралы, я бы тоже, например, в обязательном порядке преподавать не стал, наверное. Потому что сильно специальное такое знание. А так, да, я в целом согласен, чтобы вот поменьше ограничить. Вот хорошая штука. Сильно много математики в мире. Ужас. Ну, тем более... Ну, ведь это вот смотри, вот нам это из политической точки зрения. Как вот ты считаешь? Я считаю, что это связано с политикой, потому что как раз вот акцент на математику, он очень популярен в диктатурах. Вместо того, чтобы изучать какие-то политические, социально-экономические науки, людей пичкают вот этими головоломками. Чтобы отвлечь? Чтобы отвлечь, да. И люди, они вместо того, чтобы задумываться о том, а почему у нас президент сидит 22 года один и тот же, они решают, вот из одного уравнения в другое переводят. Вот у них все время... Я вот когда общался с студентами, я говорю, ну как вот сейчас время студента, они там интересуются политикой. А некогда, мы все время на домашку тратим. Ну вот эти все решаем уравнения. Ну вообще отчасти можно согласиться, потому что даже в целом, если мы посмотрим на человека, который обучается в каком-нибудь там, я не знаю, естественно научном вузе, там или в каком-нибудь инженерном вузе, у него в среднем кругозор значительно уже, чем у какой-нибудь гуманитария, который в принципе, ну поизучал когда-то математику, ну и потом постарался ее забыть, зато потом охватил немножко побольше всякого разного. То есть в этом плане... Ну когда как, конечно, бывает по-разному, бывают и особые инженеры, которые всем интересуются, и физики тоже бывают интересные. Но в среднем я заметил, что вот не хочется им что-то вот такое изучать. Есть такое избранное, высокое эталонное знание, там математика и их там физика, которая тоже досконально математична, а все остальное они как бы уже так вот халотновато. Ну да, ну может быть это уже вот это знание математическое, оно уже вот их сформировало таким образом, что им действительно становится неинтересно. Может быть в этом и есть специфика этого знания. А с другой стороны, ведь кто изобрел математику? Древнегреческие философы, которым было скучно, это рабовладельцы, которые сидели там на парфеноне своем там и думали, чем бы вот заняться, давайте будем уравнение решать. Вот они придумали эту гимнастику для ума или анонизм для ума. Но они-то были разносторонне развитыми, у них было вот это гуманитарное такое образование. Более того, она очень гуманитарная, ну как гуманитарная, но она, конечно, с метафизикой скорее связана, потому что кто развел математику? Пифагорейцы и, соответственно, платоники. Это люди, которые радикальные идеалисты, там все там на идее, там числа какие-то везде существуют, то есть они реально думали, что все это есть на самом деле, они исследуют реальность. А сейчас у нас математика как бы, ну у нас мало платоников, если так посмотреть, среди тех, кто изучает математику. И ввиду этого как-то даже мотивация основная теряется, античная, которая была почти на протяжении всего существования математики. Кстати, не задумывался, действительно ведь так и есть. Это вот как про секс, когда мы начинаем обсуждать, я-то к сексу подхожу с точки зрения тантризма, аусизма, а мне начинают дискутировать со мной с точки зрения чисто такого вульгарного физиологизма. И, соответственно, мы друг с другом не понимаем друг друга. Видимо, и с математикой то же самое. В времена Пифагора, Пифагор, он реально мистик, он эзотерик. А сейчас математика это, наоборот, такой образец такого кандового материализма, как бы, ну вот совершенно разные подходы, да. Да, преобразилось все это со временем. Ну и в целом я-то на самом деле абсолютно согласен, что вообще-вообще в принципе с образовательной программой хотелось бы какие-то трансформации, чтобы она пережила, потому что материала много, и много материала скорее ненужного. Ну, который точно не понадобится большинству людей в дальнейшем. Есть объективно плохие предметы, такие как, например, общество знания. Он просто плохо составлен, на мой взгляд. Ну, я как, в общем-то, человек с философским образованием сужу, что там по философии есть. Там все плохо по философии обычно. Хотя оно вроде претендует в том числе философия, там экономика, там политология. Но там вроде обо всем, но вроде бы и не очень хорошо. С другой стороны, засилие другими предметами, особенно математическими. И хотелось бы впихнуть что-то, что и в жизни на практике пригодится, и что-то, что поможет как бы лучше выбирать дальнейшее образование. Как-то вот, чтобы не только все шли в одни и те же вузы по одним и тем же специальностям, а как-то вот обеспечить разнообразие разных кадров, в том числе гуманитарных кадров, что их бывает не хватает. Женщины в основном, кстати, там тоже обитают. Обидно? Обидно. Образование надо, на мой взгляд, да, модернизировать, и в том числе... Образование обслуживает господствующий класс. То есть образование, оно политизировано. Что такое общество знания? Оно и в Советском Союзе тоже был такой предмет. Там рассказывали про КПСС, там, марксист или нет. То есть это все было сильно политизировано. Поэтому это неинтересно. Поэтому это одностороннее. Это дает лишь только вот перспективу того, кто это составлял с определенной, так сказать, ангажированностью. Это всегда будет ангажировано в определенную сторону. Если у власти там специалисты, вот это будет против капиталистов и наоборот. Поэтому это неинтересно. А почему вообще занялись вот этой проблемой математики? Почему она вот конкретно вот из всех возможных проблем вас заинтересовала? Вот так поступил учиться в колледж медицинский. Вот мне учиться там не дали ФСБшники. Я проучился месяц. На меня написали доносы, что я там снимаю видео про террористов инцелов, которые скалшутинги устраивают. На меня девки написали доносы, что вот я про секс снимаю видео. Наверное, я насильник. Вот, и меня домой приехали ловить ФСБшники, схватили, вывезли в психушку. Вот, то есть меня учиться не дали. Потом я в суде доказал, что незаконно меня поместили в психушку. Но уже вот год потерян. Но вот за тот месяц, что я проучился, я был в шоке. То есть я пошел учиться на фельдшера. То есть это делать уколы, там искусственное дыхание. Там половина всего учебного времени была математика. Зачем? Я был в шоке. Зачем вот это нужно? Это абсолютно нигде не требуется вот в этой специальности. Ну, там, я не знаю, на этикетке прочитать, сколько процентов там лекарства. Синус это зачем? Косинусы, интеграл это зачем? Это все. Ну, вот. Я вот начал думать, действительно, а зачем? А зачем издеваться над людьми с помощью всего? С помощью этого раздуваются учебные планы, учебное время раздувается. Вместо того, чтобы посвящать время действительно саморазвитию какому-то или личным отношениям, люди, вот там, 18-летние, молодые люди, они вынуждены сидеть вот этой фигней заниматься. Причем ведь колледж это такое прикладное образование, оно должно быть ориентировано на практику. А здесь дается чистая теория. Чистая вот для, так сказать, общего развития, которая, ну, никогда вообще не пригодится. Ну, вообще, я еще от себя замечу, что у меня первое образование, оно, ну, как, ну, первое, не первое, короче, бакалавриат, он у меня вообще был в физкультурном вузе, а там, помимо всего остального, физиология, анатомия и всякие околомедицинские предметы. И все формулы, которые там были, это даже не уравнение, это непосредственно просто там сложить, вычесть и все. Это так, как бы, вот настолько примитивно. Ну, плюс статистика, которая тоже считается в программах, и все, как бы, автоматизировано уже тысячу лет, как давно. Поэтому, на самом деле, все было относительно тоже по математике сильно просто. И по физиологии сильно просто, что, на самом деле, физиология не простой предмет, запомнить надо много непосредственно, но математика там очень простая. Вообще, почти везде, где я чего только не видел, тоже биохимия там какая-нибудь, ну, вот нормальный предмет биохимии, серьезно звучит, большая наука, биохимия. Там с математикой все тоже несложно. Получается, чего? Ну, у нас, для кого нам эта математика? Для физиков, там, особенно теоретиков, инженеров. Для всех остальных это чисто раздуть учебные планы, заплатить зарплату. Для программистов, может, еще там матрицы какие-нибудь пригодятся, еще для кого-нибудь. Там для каких-нибудь таких ребят, ну, которые, может, больше связаны с математикой. Ну, кого еще там можно предназначить? Ну, все равно это меньше, там, 5%, наверное, от всех ребят. Может быть, даже, ну, допустим, даже меньше 10%. Вот с очень большим запасом дадим. Здесь мы выходим на тему, что образование вот в этом обществе, в обществе сексуального подавления, в обществе авторитаризма, диктатуры, оно нужно не для того, чтобы знания давать, а для того, чтобы контролировать. Это способ социального контроля образования. Поэтому туда и пихают вот эти предметы, которые, в принципе, не нужны, но которые заставляют человека заниматься бесполезным вот этим трудом, умственным или, там, сказать, и свое время тратить не на осмысление реальности действующей, не на, там, борьбе за свои права, а вот на эти интегралы, на эти матрицы, там, косминсы. Ну, вот это способ социального контроля. Это вот пинг-флойт стена, там, нам не нужно это образование, учителя, оставьте нас. Все, что вы можете делать, это делать из нас кирпичи в стене. Вот это так и есть. Современное образование делает из людей кирпичи в стене. А вот тут все чаще появляется имя Павел Лукин, тут еще про другие планеты было речь. Как вы к Павлу Лукину относитесь? Тоже своеобразный коммунист же, получается, Павел. Сейчас в СБшнике там преследуют, да? Я вот не знаю, кстати, преследуют, нет? Ну, как, вот тоже? Очень, да. Он мне устроил стрим вот с этим дедом в шляпе, который там что-то... Вот у него возгорел спердак, когда я ему рассказал как раз про вагин коммунизм. Он сказал, что это все неправда. Вот, и я вообще отрубился, со стрима сбежал. Вот. А Павел Лукин, я так понимаю, это вот молодой парень, который разрабатывает вот эту теорию космического коммунизма. Я вот его посмотрел, почитал, в принципе, и деда, и парня. Ну, они очень похожи на то, что говорю я. Хотя я у них ничего совершенно не... До этого момента, как с ними встретился, ничего не читал. Ну, вот и не смотрел. То есть мы, видимо, шли параллельно каким-то путем. У них, правда, больше именно в космический коммунизм, а у меня в сексуальный. У них вот нет этой темы сексуальности. Но у парня, наверное, потому что он еще... У него все впереди, скажем так, он еще молодой. А у деда, потому что у него все уже посади. Вот, и для них обоих это уже не актуально, эта тема. А я как раз вот такой средних лет, и я могу еще и на практике как-то об этом рассуждать, и в теорию уже выходить. Ну, вот. А у Лукина, я призываю поддержать Лукина. У него сложная сейчас ситуация. Я вчера с ним где-то целый час беседовал, давал ему консультацию, что ему делать. Дело в том, что он достаточно популярный и как блогер, и как общественный деятель, и как коммунист, скажем так. И, видимо, у него много недоброжелателей, каких-то там завистников. Я уж не знаю, кто там против него. Против меня вот феминистки могут что-то замышлять, какие-то козни строить. А кто против него, я даже представить не могу. Но вот, видимо, нашлись люди, которые его подставили. Позвонили в несколько там организаций каких-то в Новосибирске. Он живет в Новосибирске. Представились как Лукин. И сообщили о заложенных бомбах. Ого. Естественно, бомб там не было. Звонки были массовые, их было несколько. Об этом сообщили ФСБ. Это все этим занимается расследованием терроризма ФСБ. Они прислали к нему... Было возбуждено уголовное дело. По вот этому телефонному терроризму. Это, кстати, вот сейчас такая система. Это очень... В других регионах тоже такое есть. ФСБ возбуждают дела по телефонному терроризму. И в рамках этих дел начинают дергать самых различных активистов, которые рядом не стояли с этим терроризмом. Ну вот. И вот Лукин, он оказался в такой ситуации. К нему приехали с обыском. У него изъяли компьютер. Его увезли в полицию. Там брали с него какие-то показания. И вот сейчас у него компьютер изъят. Следователь его стращает тем, что в течение года ему не вернут этот компьютер. Копии никаких не дали процессуальных документов. Я вот, в принципе, как правозащитник мог бы ему что-то там составить, какую-нибудь жалобу. Но у него даже никаких копий нет. Так что даже неизвестно, на что покажется жаловаться. Вот он сейчас пытается как-то свои права защитить. Вернуть себе этот компьютер. Но вот сегодня он ходил в отдел полиции. Ну вот последний раз я от него прочитал сообщение. Он пишет, что его там игнорируют. Не копии документов не выдают. Не квитанции там о приеме заявления КУСП не выдают. Ну вот это типично для нашей полиции. Бороться с этим вообще никак нельзя. В условиях полицейского государства. Так что Павел Лукин, вот он сейчас стал таким преследуемым. Я, конечно, от этой ситуации в шоке. Если кто-то может ему помочь, то, конечно, ему нужно помочь. Но он в Новосибирске. Правозащитники какие-то, может, ему возьмутся непосредственно на месте, так сказать, помочь. Вот Лукин. А в плане теории, да, у него очень отношение к коммунизму. Он у нас очень похоже.